Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Иронич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Начался спад и лето-временное затишье. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Контейнер раздора. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Дышите глубже. Как правильное дыхание влияет на здоровье человека? Далее расскажем обо всем подробно. Прогнозы не радуют. Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. COVID-19 заразились почти 7 миллионов 200 тысяч человек. Жертвами нового вируса стали 406 тысяч человек. Выздоровели более 3 миллионов. Но, несмотря на это, некоторые страны начали снимать ограничения, в том числе и Соединенные Штаты Америки, лидирующие в рейтинге по количеству зараженных. В Нью-Йорке, который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19, в США возобновляют работу магазины розничной торговли. На рабочие места вернутся порядка 400 тысяч человек. В России за весь период эпидемии заболели 476 тысяч человек. Из них 197 тысяч в Москве. Как сообщает Минздрав, зарегистрированы уже два препарата для лечения COVID-19. Левилимап изначально создавался для лечения ревматоидного артрита. Но исследования показали, что лекарства эффективно борются с сильной воспалительной реакцией, которая ведет к повреждению легких. Другой препарат для лечения COVID-19, авифавир, способствует снятию симптомов коронавируса. Между тем, в Москве с 9 июня тоже снимется большинство ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Отменен режим самоизоляции, электронные пропуска и прогулки по расписанию. Откроются парикмахерские, салоны красоты, ветклиники, агентства по трудоустройству. Театры могут вернуться к репетиции. С 16 июня в столице начнут открывать кафе, рестораны, а также музеи и зоопарки. С 23 июня планируют открыть фитнес-клубы и бассейны. Возобновятся речные прогулки по Москве-реке. В связи с этим жители Нижегородской области буквально завалили инстаграм Глеба Никитина вопросами, как даже и в нашем регионе снимут ограничения. По словам губернаторов, в столице открылись те организации, которые в Нижегородской области и так работали. Но дальше продвигаться пока не позволяет эпидемиологическая ситуация. «Я искренне желаю, чтобы в Москве ситуация продолжила улучшаться, и эти планы не пришлось пересматривать, как это уже случалось», – отметил Глеб Никитин. Также глава региона подчеркнул, что в Москве, в отличие от Нижнего Новгорода, наметилось устойчивое снижение количества заболевших коронавирусом. В нашем же регионе переходить к следующему этапу пока преждевременно. За сутки в Нижегородской области от коронавируса выздоровело рекордное количество человек – 803. Новых случаев заболевания – 292. Всего в регионе 12 734 подтвержденных диагноза COVID-19. Выздоровели 5 741 человек. Продолжает снижаться и коэффициент распространения инфекции. По состоянию на 9 июня его значение составляет 0,91. Плюс 2 новых больных за сутки. В Сарове зафиксирован 201 случай заражения коронавирусом. 90 человек справились с болезнью и выздоровели. Увеличилось количество госпитализированных. В инфекционном отделении клинической больницы номер 50 находится 23 человека. Один саровчанин проходит лечение в Приворском окружном медицинском центре. Еще один пациент в больнице номер 33 Нижнего Новгорода. Двое находятся в детской больнице столицы региона. Под наблюдением медиков остаются 176 горожан. С 8 июня в клинической больнице номер 50 можно сделать тест на антитела коронавирусу за 1100 рублей. Для того, чтобы узнать, переболели вы или нет. А также сдать мазок на определение возбудителя COVID-19, который покажет, больны ли вы на данный момент. Эта процедура обойдется в 1420 рублей. В группах канала 16 в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом. Готовы ли они сделать тест на коронавирус платно? 48% участников вопроса отказались, посчитав эти процедуры слишком дорогими. 34% отказались, так как считают, что эти тесты бессмысленны. Лишь 18% респондентов согласились на проведение тестов. Где должен стоять мусорный контейнер в гаражном кооперативе? Местоположение бункера не устраивает некоторых владельцев автотранспорта. Другие жалуются на то, что мусор вовремя не убирается и контейнер долго стоит переполненным. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Мне нравится там, мне нравится там, а вот здесь нравится. С возмущением Татьяна Никольская отзывается о мусорном контейнере, который поставили в кооперативе номер 19 напротив входа в детский парк. По ее словам, бак закрывает обзор дороги водителям, которые выезжают из гаражей. Ну я считаю, что нужно убрать. Я когда выезжаю, мне не видно, кто идет здесь из-за этого. А если дети? А я боюсь. Ранее мусорный бак стоял возле гаража Александра. По словам мужчины, туда контейнер ставили на месяц. За это время в нем скопилось большое количество мусора. Мужчине приходилось его убирать своими руками. Бутылки, вот такие пакеты принесли. Хлам какой-то привезли. Целый газель, вот здесь сосед стоял. Приехал просто газель, потому что он здесь вот как бы в уголочке стоит. И разгрузил вот полностью, вот с горкой этот контейнер. Потом вот здесь, видите, тропинка идет. Вот здесь, ну с администрацией, да, люди прошли. Председатель гаражного кооператива Евгений Сегуньков пояснил, что жалоб на то, где стоит мусорный контейнер, ранее не было. Бак туда поставили по договору, который кооператив заключил с региональным оператором. Точка установки в соответствии с договором, она находится, ну вот здесь вот. Все, потому что местоположение другого, другой установки бункера, ну как бы здесь нету. Это связано с тем, что, значит, подъезд и уборка, соответственно, сбор мусора бункером, бункеровозом должен осуществляться в более-менее свободных условиях. Также Евгений Сегуньков заверил, что мусор из гаражного кооператива будут вывозить регулярно. И волноваться о том, что возле детского парка будет свалка, не стоит. Канал 16 будет следить за развитием событий. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Президент Владимир Путин подписал закон о создании в стране единого информационного регистра, в котором будут содержаться данные о российских гражданах. В регистре будут указаны базовые данные, фамилии, имя, отчество, место рождения, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти. Регистр сформирует и будет вести федеральная налоговая служба на основе данных из ресурсов органов госвласти и местного суммоправления. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прокуратура Нижегородской области 10 июня проведет горячую линию для предпринимателей, чьи права были нарушены в ходе неправомерных проверок или действий третьих лиц. Представители бизнес-сообщества смогут не только задать свои вопросы, но и заявить о нарушении их прав. Звонки будут приниматься по телефону 8 831 414 22 20 с 9 утра до 16 30. В России объявили народный конкурс на лучший эскиз памятника врачам, которые борются с пандемией COVID-19. Члены жюри уже выбрали 10 проектов. В конце июня будут подведены итоги второго этапа конкурса, где из них выберут 5. Сообщается, что их авторы получат по 100 тысяч рублей каждый. После этого будут определены города, где эти монументы будут воздвигнуты. Первые планируют открыть 5 октября в Международный день врача. В России стартовал творческий челлендж-конкурс «Слова поддержки». Чтобы принять участие, нужно выбрать цитату известного человека, написать в любом удобном виде и разместить в социальных сетях. Главное условие – цитата – должна отражать вашу жизненную позицию. К участию принимаются рисунки, видеоролики, клипы. Также необходимо своими словами рассказать свое понимание этих слов. Победителей выберет народный артист России Владимир Машков. Автор лучшей работы отправится на экскурсию в школу имени Олега Табакова. Челлендж «Слова поддержки» проходит в рамках масштабного конкурса «Большая перемена». Причинами появления многих заболеваний могут послужить нарушения, связанные с неправильным дыханием. При этом проблемы со здоровьем могут затронуть даже органы, никак не связанные с дыхательной системой. Привести в порядок наше физическое и физиологическое состояние поможет дыхательная гимнастика. Дыхательную гимнастику применяют в травматологии, хирургии, для профилактики пневмонии после операции, неврологии, гинекологии. Эти упражнения помогают в том числе укрепить межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса. Огромную роль они играют в терапии. Дыхательные упражнения улучшают экскурсию грудной клетки, увеличивают и улучшают, опять же, вентиляцию легких, способствуют отхождению мокроты и способствуют рассасыванию спаек и рубцов. Подбирать упражнения самостоятельно не стоит. Лучше обратиться за консультацией к специалисту. Существует много дыхательных методик. В клинической больнице номер 50 при проведении занятий ЛФК опираются на три вида дыхания – диафрагмальное, грудное и полное. При любом из этих видов дыхания нужно делать глубокий вдох через нос. Выдох должен быть продолжительным через рот. Научимся первое – это диафрагмальное дыхание. Ручку кладем одну на живот, другую на грудь. Дышать будем только животом. Грудная клетка и плечи у нас остаются в спокойствии. Вдох мы делаем через нос, надуваем живот как можно больше. И выдох мы делаем через рот. Мы втягиваем живот как можно больше в себя. Это упражнение нужно повторять 6-8 раз. Следующее – грудное или межреберное. При этом работают только плечи и грудь, но не живот. Вдох делается через нос, поднимаются плечи и раскрывается грудная клетка. Выдох через сомкнутые губы. Этот тип гимнастики можно совмещать с физическими упражнениями. Полный тип дыхания – это когда у нас работает и живот, и грудная клеточка, плечи. То есть мы делаем через нос глубокий вдох и выдох через рот. Мы все опускаем, плечи, грудь, живот втягиваем. Это полное дыхание. Упражнение можно делать с использованием гимнастических палок, резиновых мячей или даже скрученного полотенца. Летом дыхательной гимнастикой лучше заниматься на улице. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. О любви к шашкам и детям. Педагог Дворца детского творчества принимает участие в конкурсе «Сердце отдаю детям». Олег Васенькин разрабатывает программу для работы с юными чемпионами и записывает видеоролик для физкультурно-спортивной номинации. Подробности в следующем репортаже. Принять участие в конкурсе «Сердце отдаю детям» Олег Васенькин решил сразу, как только ему предложили. Мужчина уже 10 лет преподает игру в шашки во Дворце детского творчества. За это время его воспитанники неоднократно становились чемпионами области и России, кандидатами в мастера спорта. По мнению Олега, участие в конкурсе поможет ему реализовать новые планы и идеи. Я думаю, что участие в этом конкурсе поможет мне и руководству Дворца детского творчества привести новых ребят, новых способных звездочек, которые и дальше будут заниматься в нашем объединении. Олег принимает участие в физкультурно-спортивной номинации. Педагогу предстоит записать видеовизитку, разработать программу работы с детьми и отправить ее в Нижний Новгород. Помогают Олегу записывать ролик коллеге по работе. Ролик мы снимали для того, чтобы немножечко рассказать, а кто он такой, Олег Васенькин. Подполковник Советской Армии, Красной Армии, или как я говорю, либо это кандидат в мастера спорта по шашкам, или это человек, увлеченный своим делом, это педагог. Какой он? Для того, чтобы его во всей красе представить, мы немножечко придумали тут какие-то идеи и снимаем сейчас такой сюжет. В этом году конкурс проходит на региональном уровне. И если работа Олега Васенькина займет призовое место в Нижнем Новгороде, то ее отправят в Москву, где пройдет финал конкурса «Сердце отдаю детям». Младший хор детской школы искусств «Капель» принял участие в первом международном конкурсе искусств «Покрова на Неве-2020». Творческое соревнование проходило дистанционно. Видеозапись с выступлением соровчан оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие хормейстеры и музыканты. Об успехах юных исполнителей нашего города смотрите далее. Хор «Капель» появился в детской школе искусств три года назад. Его руководителем стала молодой преподаватель Анастасия Ерофеева. Уже на первом году существование хора юные музыканты победили на областном конкурсе. С тех пор они держат высокую планку, развиваются, участвуют во всех концертах школы, выступают и на других городских площадках. Ездим в разные поездки, детям очень нравится заниматься, видны интересы родителей и детей, это очень приятно. Исполняем мы разную музыку, как современную детскую хоровую музыку, народные песни, классический репертуар обязательно должен присутствовать. В четвертой четверть во время дистанционного обучения хор принял участие в международном конкурсе «Покрова на Неве». В жюри входили ведущие дирижеры из страны и мира. На конкурс соровчане отправили три видеозаписи. Его зеленые уклоны Жюри высоко оценила выступление соровчан и присудила хору второе место в направлении «Академическое пение». Преподаватель Анастасия Ерофеева достоила специального диплома за высокое педагогическое мастерство. В таких дистанционных конкурсах, как считает педагог, есть свои плюсы и минусы. Мы не можем где-то поучаствовать в каких-то мероприятиях, мы можем это отправить с помощью видеозаписи. И вот, как видите, нас оценили. Минусы – дети не участвуют ни в поездке, ни в самом конкурсе, ни живого общения нет, не смотрят на других ребят и сами себя не показывают среди зрителей. Карантин свел на нет подготовку к капелле и к отчетному концерту по итогам года. Но преподаватели и ее воспитанники не отчаиваются, надеются, что в следующем году все задуманное исполнят. Учреждения культуры пока закрыты для посетителей, но их сотрудники готовят для детей и их родителей развлекательные и познавательные программы онлайн. В том числе список мероприятий на лето представил и музей книги библиотеки имени Маяковского. Подробности в следующем репортаже. В виртуальной экскурсии по выставке «Такие книги, такие судьбы» рассказывает об изданиях, которые вышли в период Великой Отечественной войны. Для библиотекарей эти книги не просто исторические документы, а хранители судеб наших предков, которых не сломили тяжелые испытания. Еще одна виртуальная экскурсия посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина. В этом проекте мы расскажем о наиболее интересных полных собраниях сочинений поэта, хранящихся в редком фонде нашей библиотеки. Следует отметить особо 20-томное собрание сочинений, выпущенное Академией наук СССР. Выпускалось это собрание в течение 20 лет. Не забывает Музей книги о своих маленьких читателях. В дне летних каникул библиотекари подготовили программы и для детей. Например, скоро на сайте появится ролик «Мелодии природы». Можно будет послушать звуки живой и неживой природы, услышать всеми любимые песни музыкальной композиции и поразгадывать музыкальные загадки. Также для детей готовят библиоперформанс «Мы вместе». Кроме того, часть летних читальных залов, которые пока проходят онлайн, будут посвящены творчеству детских писателей. Всю актуальную информацию можно узнать на сайте библиотеки. Мероприятие рассчитано на лет старше 6 лет. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...